В Минске отбылась встреча членов Гомельской областной организации громадского объединения «Белая Русь» со старшиной республиканской структуры Геннадьем Давыдьком. В столичную штаб-кватеру запросили активистов предприемства организаций и вышедших научных установок нашего региона. В формате открытого диалога говорка ишла про перспективы развития громадского объединения, обмерковывались молодежные инициативы и креативные подходы до их реализации. Вероника Ворошилина протягнет тему. Молодь бадает головный стратегичный ресурс для любой краины, генератор идей и инициатив. Бо молодость – лепший час, калеса правды хочет задеяничать и творить. Республиканское громадское объединение «Белая Русь» открывает великые махчимости у этом накерунку. Выхование социальной отказности, политической ориентованности, выразной громадянской позиции и почуття патриотизма основные ориентиры у працы с насильством, по-перше, с молодью. Хотите увидеть, какое будущее у нашей страны? Очень просто посмотрите в глаза молодому человеку. В нем вы увидите ответ, какое будущее нашей страны. Если он настроен на созидательный труд, если он настроен на оптимистическое улучшение действительности окружающей, если он патриот, если он понимает те трудности, которые стоят перед нашей страной, перед всеми сферами, и готов не посудить перед ними, а готов трудиться ежедневно, созидательно, тогда у нас есть будущее. Белая Русь – организация для активных людей, которые считают себя патриотами и знают, что патриотизм – это в первую очередь созидательный труд на благо Отечества. Сегодня Республиканское громадское объединение «Белая Русь» наличивает в своих широках коля 180 тысяч человек. 25 тысяч – съехал в Гомельской области. Это отказные, инициативные и творшие особы, которые выступают за добросумленную работу, позитивный погляд в будущее, умение бачить болевые кропки и не бояться працовать над ними. Здесь нет, что джонный маленький позвих на своим працовным местом, приносит шея отшувальную корысть громадству и краине. За час працы Гомельской областной организации громадского объединения «Белая Русь» организована немало социально значных мероприемств. Серо традиционных сберем портфель первокласснику по подтримце подрахтовки семьи до початку нового научного года. Акция «Факел перемоги», присвященная памяти воина у Великой Айчинной войны. Конкурс по патриотичному выхованию спадшина, творчая с поборництвом молодых и юных журналистов «Золотое пяро Белой Руси» и шмат инших мероприемств, накерованных на развитие талентов, пропаганду здорового ладу життя и выховании патриотичного духу. Дарящийся род ближайших подей – концертный тур по городах Гомельской области с акцией «Белая Русь у будущую разом» и творчая встреча по уведении подрастающего поколения у специфику журналистской деятельности. Ребята попробуют себя в разных жанрах журналистики. Есть договоренность с телерадиокомпанией «Гомель», с «Гомельской правдой». То есть они себя попробуют, для них проведут мастер-классы, как вот и по созданию программ, как нужно правильно написать сценарий, как быть ведущим. Меж тем, у штаб-кватера Республиканского громадского объединения «Белая Русь» активисты предприятий, организаций и высшейших научных установ Гомельщины приехали с новыми интересными идеями и проектами. В формате открытого диалога обмерковывались и пропонованные молодежные инициативы и креативные подходы до их реализации. Белорусский Державный Университет Транспорту, например, звернулся с просьбой, допомогу в просовывании проведения фестиваля у патриотичной песни в выполнении замежных студентов. Приятно для нас было, что сразу же руководством Руо Беларусь Геннадиям Вереславовичем Давыдькой эта идея была поддержана и обещали оказать нам самое активное содействие в проведении данного фестиваля на нашей площадке на базе Белорусского государственного университета транспорта. Подчас встречи со старшинью Республиканского громадского объединения «Белая Русь» Геннадиям Давыдьком широкие Гомельской областной организации пополнились новыми инициативными людьми, готовыми денничать на корысть своей родной земли. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко Телерадио компания «Гомель» из Минска.